оператор там настраивает у нас все всем привет раз мы все здесь втроем собрались то естественно сегодня будет продолжение роликов о теме менструального цикла а конкретно как подходить к тренингу и питанию и восстановлению именно вам девчонки через эту призму предыдущих роликах мы вам рассказали подробно в общем обо всем немножко подискутировали поспорили между собой и во втором ролике мы рассказали о первой неделе первой фазе цикла рассказали все что касается тренинга и питания как к этому подходить все ссылки будут в описании к ролику обязательно пересмотрите их сегодня третий ролик но говорить мы будем о второй фазе это условно говоря дни с 6 по 14 чем прекрасно и шикарно эта фаза во первых уровне эстрогена вашего женского гормона и тестостерона достигают своего пика у вас шикарнейшее настроение кстати и гормоны гипофиза тоже провоцируют яйцеклетку на выход из из чего из яичника я хотел сказать из яйца но думаю не совсем правильно вот и грубо говоря на 14 день наступает овуляция да самая большая мы усредняем как бы ясное дело что у всех там чуть-чуть как-то по-разному и естественно вверх высока вероятность зачатия как раз в этот день поэтому вы шикарно себя чувствуете это самая продуктивная неделя и именно я своих учениц наставляю что именно в эту неделю нужно делать самые тяжелые тренировки силовые на промежуточные мышечные волокна и естественно эта фаза кстати девчонки должны подтвердить говорят что в эту фазу меньше всего хочется обжираться и этим нужно пользоваться эта неделя при грамотном соблюдении правил питания поможет вам избавляться максимально от жира естественно если будете питаться что рекомендуют по питанию нужно как раз таки сделать как можно больше приемов пищи в течение суток раздить их вплоть до шести естественно сократив сам объем порции но оставив колораж таким же если вы будете соблюдать все эти правила вы не почувствуете на себе как прекрасно это неделя девчонки может быть сейчас тоже что-нибудь дополнен всем привет что хочу сказать да вот его правильно сказал вторая неделя цикла и самая продуктивная вторая и третья считается самыми продуктивными неделями потому что вот это весь крэвинг что называется желание поедать сладкое есть постоянно уже прошло тем не менее в этот период в эту вторую неделю нужно быть обращать я скажу так особое внимание на на железо нужно принимать экстра железа постольку поскольку мы потеряли очень много железа вы сами понимаете его нужно восполнять но в эту неделю энергия прет мы хотим у нас большая большой потенциал если мы хотим заниматься в зале то мы можем нажать правильно его сказал сейчас хорошее время может быть прибавить немножко веса заниматься более интенсивно а вообще на все четыре недели очень хорошо вот я знаю егор очень о чем занимается периодизация будет замечательно вообще для всех женщин потому что таким образом вы можете в один период заниматься одним другой период другим соответственно вашей неделе этого цикла что еще хочу сказать в это время очень хорошо как и во все в принципе времена цикла но в это время особенно очень хорошо прибавить протеин белок потому что вы занимаетесь активно вы используете очень много энергии мышцы работают их нужно питать очень очень полезно конечно говорим о том что сейчас уже у вас нет такой потребности в сладостях или в чем-то другом можно убавить количество фруктов с содержанием большим сахара и прибавить побольше сложных углеводов это очень важно да совершенно верно еще очень важный момент чтобы поддержать свою гормоналку обязательно принимайте продукты с высоким содержанием цинка это морепродукты из холодных вод обязательно не нужно дать креветки там печень различные трески само саму рыбу из холодных морей которая из океана и морей это все очень очень полезно но почему мы говорим именно о холодных морях потому что рыбка которая плавает в теплых морях она не накапливает то количество жиров омега-3 которые необходимы нам с вами которые настолько полезны омегу на самом деле стоит принимать в принципе постоянно это единственный витамин который не имеет противопоказаний по моему история не знает перед дозировки этого элемента поэтому мы не有даем утверждать у него когда background или п Pew 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 Pewẫy Pew 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 Pewew that's is one of the other Chu Applause Поэтому омегу, в принципе, можно оставлять на протяжении всего цикла. И Элла правильно сказала, мы почему и снимаем эти ролики о каждом отдельной фазе из четырех. Потому что периодизация – это наше все. Вы, во-первых, будете лучше себя чувствовать, лучше попадать в свои ритмы. И, что самое главное, не будете перегружать центральную нервную систему. Центральная нервная система – это как компьютерный процессор. Если он зависает, тормозит, то тормозит вся система. Ну и, естественно, не будем забывать о гормональной системе. И мышцы тоже очень любят смену режимов нагрузки. Хочу добавить вот что немножко. Да, конечно, мы разделяем, в общем, сейчас на четыре недели. Так оно идет. И мы говорим о том, что если у вас первая неделя сложная, вторая неделя легче, третья, четвертая. Но всегда слушайте свое тело. У кого-то все идет как по накатанной, как по маслу. Если вдруг вы чувствуете себя слабым, это не значит, что вам нужно сейчас… Вы поняли, мы вам сказали, что это вторая неделя. Вы пошли, впрыглись теперь в процесс, начали резко качаться. Нет. Всегда слушайте свое тело. Мы все разные. У всех у нас этот процесс протекает по-разному. Он протекает в зависимости от нашего возраста. По-разному. Меняются эти фазы в зависимости от нашего возраста. Поэтому, пожалуйста, слушайте свое тело. А в следующий раз, не пропустите, мы вам расскажем о третьей неделе цикла, как питаться, как тренироваться и как себя чувствовать. Всем пока. 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 Пока.